Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте сначала проверим связь, как вы меня видите, слышите. Если все хорошо, то нажмите, пожалуйста, на огонек в правом нижнем углу, если связь нас не подводит. Все отлично, благодарю. Здорово. Прекрасно. Тогда можем продолжать. Напишите, пожалуйста, из каких вы населенных пунктов, кто по профессии. Нам важно узнать географию нашего вебинара. Благодарю. И мы тогда с вами продолжаем. Представлюсь. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей коллекционной категории. Сегодня мы поговорим с вами о возможностях применения элементов суджок-терапии в педагогической практике. Информация, представленная мною, будет полезна логопедам, воспитателям, специалистам дошкольных образовательных учреждений и также родителям. Как сказал Василий Александрович Сухомлинский, ум ребенка находится на кончиках его пальцев. Хорошо развитая речь – это важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь у ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности познания окружающей действительности. Содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками, взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. В последнее время наблюдается рост числа детей, которые имеют нарушения общей, мелкой моторики и речевого развития. Уже в дошкольном возрасте дети с речевыми нарушениями, с трудом или вообще не справляются с программными требованиями детского сада. И к моменту поступления в школу не достигают нужного уровня готовности к школьному обучению. У детей этой категории в той или иной степени оказываются не сформированными речевая система и оперирование элементами речи на практическом уровне, что в свою очередь ограничивает возможности перехода к усвоению речи на более высоком уровне и к осознанию сложных языковых закономерностей. Большинство детей с речевыми дефектами имеют нарушение или недоразвитие мелкой моторики, общей моторики, зрительно-двигательной координации. Движения рук бывают неловкими, несогласованными. Физиологами доказано, что примерно третью часть площади двигательной проекции головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная в непосредственной близости к речевым зонам коры. Именно это позволяет рассматривать кисть руки как орган речи. Предположение о влиянии движения пальцев руки на формирование речевой функции у ребенка небезосновательно. И связь развития речи с развитием мелкой моторики доказана многими учеными. Это и Александр Романович Лури, и Лев Семенович Выгодский, и Бехтерев, и Кольцовы, и другие. Исследования доказывают, что если ребенок производит ритмичные движения пальцами правой руки, то в левом полушарии мозга у него происходит усиление электромагнитных колебаний в лобной и височных долях, где находятся речевые центры. То же самое происходит и в правом полушарии при выполнении ритмичных движений пальцами левой руки. Это позволяет говорить о том, что речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Биманипулярные движения рук развивают у ребенка мышечную умелость, являются средством повышения работоспособности коры головного мозга. Мелкая моторика – это совокупность движений, в которых участвуют мелкие мышцы. Она взаимосвязана с такими свойствами сознания, как оптико-пространственное восприятие, мышление, воображение, память, речь. У детей дошкольного возраста и у детей с речевой патологией особенно, как правило, отмечаются нарушения в развитии пальцев рук. Система упражнений для развития мелкой моторики обязательно должна быть включена в комплекс коррекционных мероприятий в группах компенсирующей направленности дошкольных образовательных учреждений для детей с речевыми нарушениями. Эти упражнения должны обязательно использовать родителям в своих домашних занятиях с малышами. И опыт показывает, если упражнения для развития мелкой моторики выполняются с акцентом на сохранные анализаторы, в частности на осязание, то их эффективность увеличивается в разы. В связи с важностью школьного обучения необходимо заботиться о формировании речи детей, о ее чистоте, правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм языка. На сегодняшний день в арсенале тех, кто занят воспитанием и обучением детей дошкольного возраста, имеется обширный практический материал, применение которого способствует эффективному речевому развитию ребенка. Весь практический материал можно условно разделить на две группы. Во-первых, помогающие непосредственному речевому развитию ребенка. И во-вторых, опосредованный, к которому относятся нетрадиционные логопедические технологии. И одной из нетрадиционных логопедических технологий является суджок-терапия. В переводе су-кисть, джок – это стопа. Метод суджок-терапия – это современное направление акупунктуры, которое объединяет древние знания восточной и последние достижения европейской медицины. Суджок-терапия направлена на активизацию специальным стимулятором, массажером биоэнергетических точек. Соответствующих каждому органу с целью лечения различных заболеваний. А также профилактики и коррекции речевых нарушений. Так как стимуляция таких точек способствует созреванию нервных клеток и активному их функционированию. Существует несколько, на самом деле, видов суджок-массажеров. Они перед вами на экране. Это и пластмассовый шар с шипами, то, что я вам сейчас показывала. Вот у меня сейчас в наличии данный шар. Мы его с детьми называем ежик. Дальше что? Шар и здесь же еще есть кольца, вот такие пружинки внутри каждого шарика. Массажный шар с шипами и встроенным внутрь магнитом. Массажная палочка с шипами для стоп. В педагогической практике чаще всего используется вот такой суджок-стимулятор-массажер, представляющий собой пластмассовый шарик с небольшими шипами, разделенный на две половинки. И внутри него находятся два кольца. Колечки сделаны из эластичной металлической проволоки и очень хорошо растягиваются. Наличие внутри шара магнита не имеет большого значения. Действие последнего такой конструкции достаточно мягкое, расслабляющее. Можно использовать шар на самом деле и без него. Массаж ладони проводится шариком. А вот этим колечком массируются пальцы таким образом. И пупырчатая поверхность мяча воздействует на нервные окончания. Улучшается приток крови. Активизируется кровообращение. При выполнении упражнений с массажным мячиком задействуются глубокие мышечные структуры. При этом по всему организму ощущаются такие приятные, покалывающие ощущения. К любому виду массажера су-джо прилагается краткая инструкция. Массажные кольца надевают на пальцы рук, разогревают их по очереди быстрыми движениями вверх-вниз. Интенсивность нажима зависит от личных ощущений, желаемой цели, либо расслабления, либо наоборот тонизации. При обнаружении особенно болезненных точек или поверхности необходимо массировать их усиленно по часовой стрелке. И постепенно неприятные ощущения пройдут вместе с болезнью. Да, запись вебинара ведется и будет выложена на нашем канале в YouTube. Чувствительные люди, они смогут ощутить усиление энергетических потоков, как в пальцах, так и в теле. И ребра пружины хорошо тонизируют, прочищают застой энергии на физическом уровне, они улучшают капиллярный кровоток. Это полезно как для взрослого человека, так и для ребенка тоже. Разный цвет пружины требует знания энергетической системы Суджок. Например, при избытке холода в организме используются красные. При недостатке влажности, например, желтые. Если таких знаний нет, то надо взять металлическую пружину или нейтральный зеленый цвет. Суджок-терапия была предложена российским практиком-профессором из Южной Кореи, Пак Дживу, в 1986 году. И в основе Суджок лежит взгляд на организм человека, как на единую энергетическую структуру процессов, которые взаимосвязаны. По философии Суджок, большие пальцы являются проекцией головы. Можем увидеть здесь на картинке. Средние безымянные ног, указательные мизинцы рук. На ладони расположено множество точек, связанных с внутренними органами и системами. Тыльная сторона ладони ассоциируется с позвоночником. И считается, что болезни человека вызваны дисгармонией потенциального состояния тела и проявляются в заболеваниях на физическом уровне. Чтобы исключить это, необходимо действовать на энергетический уровень путем активации биологически активных точек. Лечебный эффект акупунктуры основан на связи рефлекторных точек, энергетических меридианов тела и органов, проявляется через воздействие на нервную и эндокринную систему. Стимулирование точек приводит к устранению энергетических блоков, застоев, активации потоков и нормализации энергетического баланса. И все это ведет к улучшению состояния органов и систем органов. За речь у человека отвечают главным образом две зоны, находящиеся в коре головного мозга. Логопеды все это знают прекрасно. Это зона верники. Это зона верники, которая отвечает за восприятие речи. И зона брака, которая отвечает за экспрессивную речь, произнесение звуков самим человеком. Из этого следует, что для стимуляции речевого развития воздействовать нужно на точке соответствия головному мозгу. По теории суджок это верхние фаланги пальцев. И при массаже суджок шариком особое внимание нужно уделять именно этим участкам кисти рук. Метод суджок терапии один из эффективнейших способов преодоления речевых трудностей и недоразвития высших психических функций дошкольного возраста. Вместе с пальчиковыми играми, стежками, потешками, штриховками, лепкой, мозаикой, рисованием. В логопедических целях суджок терапия активизирует развитие речи ребенка. Чаще всего массажер в своей практике использует, конечно, логопеда. Известное высказывание классика советской педагогики Сухомлинского о том, что ум ребенка находится на кончиках его пальцев, с чего я начинала, основано на анатомических особенностях строения коры головного мозга. Центры, отвечающие за речи, мелкую моторику, практически накладываются друг на друга. Так что, тренируя у малыша умение совершать тонкие, скоординированные движения пальчиками, мы учим его говорить, развиваем дикцию, память, логическое мышление, устраняем разные нарушения речи, даже если тяжелые, такие, как, например, та же дезортрия. Кроме того, занятия и упражнения с шариками, колечками суджок используют в профилактических целях, а также для лечения ряда заболеваний. И это будет скорая помощь при той же простуде, при заложенности носа, при ангине, при кашле, при зубной, головной боли. Элементы суджоксерапии используют для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенно хорошие показатели наблюдаются у малышей, страдающих нарушением двигательной и мыслительной активности. Например, детский церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм. Ведущим видом деятельности, как все мы с вами знаем, для детей младшего возраста является игра. Поэтому все коррекционно развивающие и лечебно-профилактические занятия должны проходить в увлекательной, веселой, а главное, доступной и интересной форме. Дети активно включаются в игру с яркими этими колючими шариками, с помощью шариков суджики, мы их еще так называем, с помощью вот этих суджиков, колечек, удобно массировать пальцы для благотворного влияния на весь организм. И поскольку я логопед, поэтому более подробно, конечно, все-таки остановлюсь на коррекции речевых нарушений у детей посредством применения суджок-массажеров. Исходя из этого, перед работой как логопеда, но так и воспитателя тоже ставятся следующие задачи. Это воздействовать на биологически активные точки по системе суджок, стимулировать речевые зоны коры головного мозга и повысить уровень компетентности педагогов, родителей в вопросах коррекции речевых нарушений у детей. И какие же пути реализации суджок-терапии будут у нас в работе логопеда? Это работа с педагогами по знакомству суджок, приемами работы по его использованию, работа с детьми, организация деятельности на занятиях, в индивидуальной деятельности, в повседневной жизни, работа с родителями, можно провести практику по использованию суджок-терапии, открытое занятие тоже, как вариант, и создание развивающей среды. Это приобретение массажных шариков, составление картотек, игр и упражнений. Эффективно тренировать координацию движения ручек и стимулировать рефлекторные точки удается, удерживая шарик на раскрытой ладони, сжимая его в кулачке, надавливая пальчиками на иголки, на вот эти иголочки, что еще, захватывая мячик тремя пальцами, большим, указательным, средним, катая этот ежик между ладошек или по ровной поверхности. Передвигать можно этот мячик от кончиков пальцев к лучезапясному суставу, обратно. И массируем каждый пальчик пружинным кольцом. Ирина Ермакова в своей книге «Развиваем мелкую моторику малышей» предлагает следующие приемы. Первый прием – мяч находится между ладоней ребенка, пальцы прижаты друг к другу. Делаем массажные движения, катая мяч вперед-назад. Второй прием – мяч находится между ладоней ребенка, пальцы прижаты друг к другу. Делаем круговые движения, катая мяч по ладоням. Да, тоже я и со взрослыми работаю, эффективно как раз будет и для взрослых. Не только у кого есть нарушения, и так тоже в целях профилактики. Что еще здесь? Следующий, третий прием. Держим мяч подушечками пальцев, делаем вращательные движения вперед, как будто закручиваем крышку. Держим мяч подушечками пальцев, сусиливаем, надавливаем ими на мяч. Дальше еще какие приемы есть. Держим мяч подушечками пальцев, делаем вращательные движения назад, как будто открываем крышку. Дальше. Подкидываем мяч между двумя руками на высоту приблизительно где-то 20-30 сантиметров, потом ловим. Единственное, что может сразу это высоковато будет для детей, поэтому не очень высоко сначала подкидываем. Дело в том, что эти мячики хрупкие и бьются легко. Либо, если коврик есть, то сидим на коврике, чтобы меньше, скажем так, покупать такие шарики. Что еще можно здесь придумать? Зажимаем мяч между ладонями, пальцем сплетаем замок, локти направляем в стороны, надавливаем ладонями на мяч. И еще, как вариант, это перекладывание мяча из одной ладони в другую, постепенно увеличиваем темп. Все эти манипуляции встраиваются в интересный игровой сюжет, сопровождаются песенками, стихами, потешками. При выполнении упражнений с массажными шариками важно соблюдать ряд требований. Это какие требования будут? Чередуя медленный и быстрый темп выполнения движений, соблюдаем принцип от простого к сложному. Сначала ребенок учится работать ведущей рукой, затем неведущей, и, наконец, обеими руками одновременно. Перед выполнением упражнения показываем движения, сопровождая их словесные инструкции. И каждое упражнение даем в игровой форме, чтобы детям было интересно. Каковы же этапы работы суджок-терапии на занятиях в дошкольных образовательных учреждениях? Первый этап – это знакомство детей суджок с правилами его использования. Второй этап – это закрепление знаний в упражнениях и играх. И третий этап – это самостоятельное использование шарика суджок в соответствии с потребностями и желаниями. Форма организации работы суджок-массажерами может быть разной. Это индивидуальные занятия, это подгрупповые занятия, это фронтальные занятия. Возраст, с которого мы начинаем работать, в идеале, это вообще, конечно, когда самостоятельно предлагаем детям, это примерно с 4 лет. Но до этого возраста, учитывая, что новые шарики, когда мы покупаем, они очень колючие. Дальше, когда постоянно мы с ними работаем, они уже становятся более тупы, вот эти вот иголочки, нет такого эффекта уже, такого воздействия. Поэтому регулируйте силу нажатия. Можно и грудным детям тоже по пяточкам, точнее, обязательно по рукам, можно по пяточкам проводить. Но, опять же, регулируйте силу нажатия, чтобы не было боли, чтобы у детей не было неприятных ощущений. Можно тоже в качестве игры предложить, что будем щекотать пяточки твои, ножки, ручки и так далее. А в идеале детям на занятия даем где-то с 4 лет приблизительно. Что дальше? Дальше, используя элементы с уджог массажерами, можем использовать различные методы работы, приемы работы. Например, массаж шариком с уджог. Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, эффективным способом их стимуляции является массаж специальным шариком. Прокатываем шарик между ладошками. Дети массируют таким образом мышцы рук. В каждом шарике, как я уже обозначала, есть пружинки, вот такие колечки. И массаж эластичным кольцом пальцев помогает стимулировать работу внутренних органов. Так как все тело у нас проецируется на кисти, стопу, а также на каждый палец кисти и стопы, то эффективным способом профилактики лечения болезни является массаж пальцев, кистей, стоп, эластичным кольцом. Кольцо надеваем на палец, проводим массаж зоны, соответствующей пораженной части тела до покраснения и появления ощущения тепла. И эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день. Воспитатели, например, в режимные моменты могут включать использование шариков. Что еще? Ручной массаж кистей рук очень полезен и эффективен массаж пальцев, ногтевых пластин, кистей и стоп. Эти участки соответствуют головному мозгу. И кроме того, на них проецируется все тело человека в виде мини-систем соответствия. Кончики пальцев необходимо массировать до стойкого ощущения тепла. Это оказывает оздоравливающее воздействие на весь организм. И особенно важно воздействовать на большой палец, который отвечает у нас за голову человека, за его мозг. Массаж стоп сюда же берем. Воздействие на точки стопа осуществляется во время прокатывания мячика с уджок ногами, хождение по ребристым дорожкам, массажным ковриком. Коврики с пуговицами тоже сюда же берем и так далее. Кроме массажа, методика суджок для детей включает еще и развивающие игры, практики, которые мы можем сопровождать с вами сказками, стихами, различной детской музыкой. В развивающих целях суджок терапия совместно с пальчиковыми играми, мозаикой, шнуровкой и так далее активизирует речь детей. И главное условие здесь, естественно, что сеанс не должен утомлять детей. Для развивающих занятий выпускают специальные кольца, которые могут быть с мягкими шипами или эластичным гладким покрытием. Массажные кольца на каждый палец одеваются на несколько минут, иначе может возникнуть отечность. Продолжительность работы с каждым пальцем не более пяти минут. Применение метода безопасно. Оно не приводит к травмам, не имеет побочных явлений противопоказаний. Однако единственный тот момент есть, что не рекомендуется все-таки использовать мячик суджок для работы, если есть нарушение целостности кожных покровов. Есть какие-то ссадины, есть порезы, есть ожоги в тех областях, на которые мы с вами воздействуем. Метод обладает высокой эффективностью, дает быстрые результаты, и уже можно после первой даже процедуры заметить улучшение. Как часто применять? Встает тоже вопрос, достаточно часто я его слышу. Поскольку суджок терапия не имеет противопоказаний, ограничений, ее можно проводить ежедневно. Если цель сеанса – профилактика и развитие, то достаточно одной процедуры будет в день. Малышу должно быть интересно заниматься, иначе, опять же, эффекта тогда от терапии не будет. Если же воздействие, сеанс проводится с лечебной целью, то повторять его можно несколько раз в день до достижения положительной динамики. Направление, которое мы используем в работе с детьми, с использованием мячиков, применением пружинок, суджок – это коррекция звукопроизношения, звуковой анализ слов, развитие слоговой структуры слова, совершенствование лексико-грамматических категорий, развитие внимания, памяти, ну и, конечно же, развитие мелкой и общей моторики. Более подробно рассмотрим форму работы с детьми с использованием элементов суджок терапии. Первое, с чего я хочу начать – это коррекция звукопроизношения. Здесь берем автоматизацию, дифференциацию звуков. При изолированном проговаривании заданного звука взрослый предлагает ребенку проговаривать звук с применением массажного шарика либо массажного кольца. Да, конечно же, я как раз и буду все это рассказывать и показывать. У нас еще вебинар с вами не закончен. На начальном этапе автоматизации заданного звука ребенок проговаривает только слоги, используя тактильную стимуляцию. Затем взрослый начинает чистоговорку, а ребенок договаривает слоги, чтобы получилась рифма. Либо ребенок начинает проговаривать слоги, чистоговорки, а взрослый договаривает. При автоматизации в слогах и словах речевой материал тоже сопровождается тактильной стимуляцией. Ребенку, например, даем задание. Шарик мы ладонью стук, повторяем в слоге или в слове звук. Шарик мне назад верни, слоги или слово верно повтори. Или еще слог да слог и будет слово, мы в игру сыграем снова. Или шар обратно прокатим, слоги или слово, а может быть и фразу, измени. Также мы используем массаж мячиками суджок, либо поочередно массаж пальцев, массажными кольцами, спроговариванием предложений, чистоговорок, заданным звуком, стихотворением или пальчиковой гимнастике. Например, автоматизируем звук Ш на правой руке, работаем с правой рукой, проговариваем этот малыш Илюша и надеваем массажное кольцо на большой палец. Дальше этот малыш Ванюша на указательный надеваем, этот малыш Алеша на средний, этот малыш Антоша на безымянный, а меньшего малыша зовут Мишуткою, друзья, на мизинец надеваем. Дальше с левой рукой, например, здесь опять же стишки же можно различные брать, как вариант. Этот, это малышка Танюша, надеваем на большой палец, это малышка Ксюша, это малышка Маша, это малышка Даша, а меньшую зовут Наташа и так далее. При автоматизации звука Ж, ребенок катает шарик между ладонями, одновременно проговаривает стихотворение, оно перед вами на экране. Ходит ежик без дорожек, не бежит ни от кого и так далее. Презентацию вы можете скачать, не буду тогда перечитывать, хорошо, смысла нет. При автоматизации заданного звука в чистоговорках мяч зажимаем между ладонями, опять же, вы берете те приемы, которые я уже озвучивала, и накладываете эти приемы на речевой материал. И просто сейчас в качестве примера. Катаем между ладонями мяч, зажимаем между ладонями, пальцы плотно прижимаем. И выполняем перекатывание мячика под словами чистоговорки. Ше-ше-ше, ше-ше-ше, Маша с Дашей в шалаше. Можно под слова чистоговорки осуществлять легкое сжатие мячиков. Можно пальцами. Можно всей кистью. Меня не видно, да, уважаемые участники? Если меня видно, то нажмите на огонек, пожалуйста. Есть ли мое изображение? Спасибо огромное. Благодарю. Хорошо. Что еще? Спасибо за вашу активность. Что еще здесь? При автоматизации звуков в чистоговорках не обязательно катать мячики с уджог только в ладонях. Можно прокатывать их и стопами. Для этого берем два массажных мяча, зажимаем стопами, выполняем перекатывание. Ну, показывать уже не буду, ладно, хорошо. Зажимаем стопами и катаем вперед-назад одновременно или поочередно, под слова чистоговорки. Упражнения также. Конечно, да, обязательно, потому что нужно же базу сформировать, чтобы звуки пошли. И как раз-таки для формирования базы, помните, что с уджог – это и мелкая моторика, и общая моторика, это и внимание, память. Поэтому, конечно же, очень эффективно, хорошо будет использовать для неговорящих детей. И я их как раз-таки использую тоже с неговоряшками. Во-первых, им интересно это раз, а во-вторых, базу формируем для того, чтобы речь появилась. Что еще здесь можно? Либо берем два мяча и прижимаем их к полу стопами, выполняем одновременно сжимания мячиков стопами, под слова, тоже самое чистоговорки. Упражнения можем повторить два-три раза. Вместо мячиков с уджога в данном виде деятельности можно использовать даже шишки. Если, например, нет у вас сейчас возможности приобрести мячики. Хотя они в магазинах нет техники, продаются везде, достаточно просто найти их. Хочу также порекомендовать вам книги Фалева Алены Сергеевны, «Тактильные чистоговорки». В ней представлен комплекс упражнений по автоматизации звуков, слога в словах. Чистоговорки не в целях рекламы, вам это все рассказывают, а то, чем я пользуюсь и что помогает мне в моей работе. Ни в коем случае не расценивайте это как рекламу. Данный речевой материал можно переложить на игры с мячиками Суджо. При дифференциации звуков также целесообразно использовать тактильные стимуляторы. Так, например, для дифференциации свистящих, шипящих предлагается в одну руку взять, например, синий шарик, это будет звук С у нас пульс, а в другую, красный, это будет звук Ш. И выполняйте произнесение смешиваемых звуков, нажимая по очереди на каждый раздражитель. Тем самым мы воздействуем с вами на речи слуховой, речи двигательного анализатора. Вот таким образом. С целью развития панематического слуха и восприятия хочу предложить следующие игры. Первая игра. Покажи соответствующий заданному звуку шарик, услышав этот звук среди других звуков, услышав слог или слово с ним. Благодарю. Обозначить, что еще можно? Обозначить задание можно, конечно же, для всех звуков. Все берем и используем однозначно. Это я просто вам рассказываю пример, а вы обо всем невозможны, звуки-то разные, отрабатываем разные звуки, поэтому вы берете основные приемы, накладываете на тот речевой материал, который вам актуален будет. Все это у логопедов есть в огромном количестве. Что еще по поводу фономатического слуха? Обозначить задание можно также следующим образом. Шарик, мы ладонью, стук, если слышим нужный звук. Либо если звук услышат ушки, подними шар над макушкой. И так далее. Или еще вариант. Спрячь шарик в ладонях, если звука там нет. Или возьми столько шариков, сколько раз услышишь заданный звук среди других слов с этим звуком. Упражнение телеграфиста. Когда ребенок отстукивает шариком вслед за взрослым необходимый ритм. Развитие звукового и слогового анализа слов. Что здесь можно предложить, какие игры. Например, раздели слова на слоге. Ребенок называет слог и берет по одному шарику из коробки, затем считает количество слогов. Для характеристики звуков используются массажные шарики трех цветов красный, синий, зеленый. По заданию взрослого ребенок показывает соответствующее обозначение звука шарик. Можно выкладывать шариками разноцветными звуковую схему слова при помощи разных цветов. Что еще? Игры на определение связи звука с буквой. Здесь подойдет буква знаю и пишу мячик верно прокачу. Прокатываем мячик по написанной букве. То есть вы распечатываете либо сами можете написать увеличенный вариант буквы и ребенок мячиком прокатывает по контуру буквы. Что еще? Мячик по ладони прокати верно букву напиши. Прокатывает ребенок мяч на ладони по ладони или по столу тоже можно написав букву либо ее элемент. Еще как вариант букву собери. Берут со стола несколько колец и выкладывают букву. Игры на обогащение словарного запаса как вариант игра раз-два-три назови. Почередно собрать пальцами одной руки в кулак как можно больше колец у меня сейчас только нет поэтому не покажу и назвать слова по лексическим темам. Например берем тему дикие животные собираем надеваем пальца на пальца и так далее. Или игра например скажи наоборот держим мячик двумя пальцами вращаем мяч на себя или от себя и проговариваем слово с противоположным значением. Например добрый злой большой маленький и так далее. При отработке лексических тем используются пальчиковые игры с использованием тех же мячиков суджок и пружинных колец. И как вариант от стихотворения перед вами на экране у девчушки зиночки овощи в корзиночке. На первую строчку дети делают руками корзинку и потом катают шарик. А на вторую третью четвертую дети одевают колечко на пальце начинаем с большого пальца. А на пятую уже показываем просто большой палец. Что еще? Или например фрукты. На первые пять строчек дети показывают дети поочередно разгибают пальцы из кулачка одевая колечко. А на последнюю дети катают шарик по ладошке. И вот стихотворение пальчиковой игры этот пальчик апельсин. Что еще? Ягода например пальчиковая гимнастика называется ягода. На первые строчки на первые две строчки каждый ребенок надевает кольцо на пальчики начинаем мы с мизинца и переходим к большому с мизинца правой руки. Например ягоды крыжовник клюква черника брусника и так далее малина клубника шиповник смородина земляника далее поднимаем плечи удивляемся запомнил ягоды я наконец что это значит и дальше я молодец дикие животные например вот сейчас актуально дикие животные весной детям поочередно надевают колечко на пальчики начинаем с мизинца правой руки и вслух проговариваем это зайчонок это бельчонок это лисенок это волчонок а это спешит ковыляет просонок бурый мохнатый смешной медвежонок перелетные птицы тоже сюда же теле 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 с юга птицы прилетели прилетел к нам скорушка серая перышко жаворонок соловей торопились кто скорее и так далее вы таким образом вы подбираете тот речевой материал который актуален и работаете с ним накладываете на этот материал движение с шариками и пружинками использование суджок шариков при совершенствовании лексико-грамматических категорий здесь берем словоизменения словообразования отрабатываем предложно-поддержанные конструкции работаем со словарем как вариант упражнения один много взрослые катят чудо-шарик спасибо благодарю взрослый катят чудо-шарик по столу ребенку называет предмет в единственном числе а ребенок ловит этот шарик ладонью откатывает его и называет существительное во множественном числе именительного падежа либо родительного что берете что отрабатываете еще аналогично благодарю очень приятно важно знать аналогично также проводятся упражнения назови ласково или чей чья чьё детям на самом деле очень сложно даются эти задания практикующие логопеды со мной думаю согласятся хвост лисы чей лисий и так далее из чего какой тоже не так легко детям сок из апельсинов какой апельсиновый и так далее при совершенствовании навыков употребления предлогов на стол ставится коробка по инструкции взрослого ребенок кладет шарики соответственно красный шарик в коробку синий под коробку зеленый около коробки наоборот затем ребенок должен описать действия взрослого использование суджок терапии с целью развития памяти и внимания как вариант какие игры могу предложить посмотри запомни ребенок запоминает мячики и выкладывает их в той последовательности в которой он услышал дети или увидел что еще дети выполняют инструкцию надень колечко на мизинец правой руки возьми шарик правую руку и спрячь за спину и так далее ребенок закрывает глаза взрослый надевает колечко на любой палец ребенок должен назвать на какой палец какой руки надето это кольцо при этом дается задание в следующей форме глазки закрывай на каком колечко пальце угадай либо еще упражнение справа слева я стучу перепутать не хочу для мелкой моторики общей моторики понятно что все эти упражнения естественно они так и так развивают мелкую моторику но тоже в качестве варианта могу предложить дети получают по мячику суджок и ритмично катают его в ладонях потом сжимают произнося текст мяч колючий словно ежик нет ни ручек нет ни ножек можно покатать например еще по столу покатаем мяч немножко и зажмем его в ладошке это стихотворение нищевой Натальи Валентиновна или еще тоже вариант дети получают по мячику суджок начинают его сначала катать в ладонях а потом по столу по кругу произносим при этом текст вот колючий мячик ежик он без ручек и без ножек мячик круглый и упругий он катается по кругу и так далее тоже стихотворения очень много и сейчас я хочу предложить вам музыкальные игры с мячиками суджок автор игры которую я вам сейчас представлю это Юлия Дерябкина если интересно то можно найти ее профиль в инстаграм сейчас мне только нужно найти видео включу посмотрите пожалуйста катай скорей сжимай синий опять катай потом кидай бах попал забирай катай скорей скучи сильней опять катай потом кидай ну это вот как вариант что здесь развиваем тактильную проприоцептивную систему мелкомоторику глазомер следующая игра которую тоже хочу вам показать мячик в руках и здесь важно учитывать тот факт что для детей до 6 лет проводить нужно зеркально если у ребенка ведущая рука левая то пропустите слова умелая не смелая а просто пропевайте или проговаривайте правая правая левая левая сейчас включу так а что-то она не хочет не поняла так ладно сейчас я тогда включу так попробуем не хочет включаться ладно сейчас я тогда включу попробуем будет слышно сейчас сверну у меня есть слышно музыку уважаемые участники слышно по правой взрослый катает по взрослым поселом левая это ручка левая левая не смелая мячик я сожму в ладошке как шимает л ask кошка мячик я сожму в ладошке как шимает ла с кушкой это ручка правая правая сумелая это ручка левая Это ручка правая, правая сумелая, Это ручка левая, левая не смелая. Мячик я за спинку спрячу, никому не покажу, Где же мячик, где же мячик, никому я не скажу. Это ручка правая, правая сумелая, Это ручка левая, левая не смелая. Мячик я в руках сажаю, И туда-сюда гоняю. Мячик я в руках сажаю, Вот так мячиком играю. Так, еще раз повторю, Автор тоже этого музыкального произведения Юлия Дерябкина. Что еще? У нее много различных песенок, Которые я использую в своей профессиональной деятельности. Что еще здесь с мячиком рассказала? А, еще хочу предложить, Массаж спины тоже можем осуществлять с помощью мячиков Суджок. Мячиком Суджок может выполнять массаж Как взрослый, так и другой ребенок. Тоже можем здесь сопровождать музыкой, стихами, Как вариант, например, упражнения паровоз. Дети встают паровозом, Проговаривают чух-чух-чух, пыхчу-пыхчу, ворчу, стоять на месте не хочу. И при этом похлопывают сначала ладонями по спине. А можно взять те же мячики аккуратно, Объясняем, конечно же, что сильно не нужно стучать. Простукиваем мячиками Суджок по спине. Дальше. Чух-чух-чух, пыхчу, ворчу, стоять на месте не хочу. Можно покатать по кругу мячик по спине. Дальше. Колесами стучу-стучу, колесами стучу-стучу, постукиваем по спине. И садить скорее прокачу, чуть-чуть поглаживаем. Вот таким образом. Массаж стоп тоже можем осуществлять. Для этого, конечно, снимаем с ног обувь, мячик кладем на пол. Одну ногу кладем сверху мячика, другая нога стоит плотно на полу. Садимся ровно, обращаем внимание, чтобы дети держали осанку, спина была прямая. Прижимаем к спинке стульчика. Катаем мячик ногой вперед-назад, не торопясь, спокойно. Затем тоже движение выполняется уже другой ногой. Да, да, правильно, Оган Юлия Дерябкина. Все верно. Это упражнение можно выполнять двумя ногами. Катаем мячик поочередно, либо обеими ногами одновременно. И как вариант, можно совершать круговые движения одной ногой, затем другой. И также можем проговаривать что-либо, какой-то вариант. Как вариант, предлагаю вам стихотворение. Я на мяч поставлю ножку. Буду мячик я катать. Раз, два, три, четыре, пять. Затем делают это упражнение уже второй ногой. Еще вариант. Дети получают по два мячика суджок. А можно взять еловые шишки сюда же. Снимают носочки, ставят на них голые ступни, катают их и ритмично произносят текст. Что за трактор? Вот вопрос. Едет трактор без колес. Он на гусеницах едет. В темный лес, где есть медведи. Кроме того, еще мячик суджок можно сопровождать рассказыванием какой-либо сказки. Начну, только времени уже немножко осталось, просто чтобы вы суть поняли. Рассказываем сказку «Ежик на прогулке». Жил, был ежик в лесу в своем домике в норке. Зажимаем шарик ладошки. Вот она, норка, домик ежика. Выглянул ежик из своей норки. Раскрываем ладонь, показываем шарик. И увидел солнышко. Улыбнулся ежик солнышку. Здесь улыбаемся, раскрываем ладошку. Так и держим раскрытую ладошку веером. И решил прогуляться по лесу. Покатился ежик по прямой дорожке. По прямым здесь движениям мы с вами катаем по столу, можно либо по другой ладони. Прокатываем наш мячик. И так далее. А, еще тоже, как вариант, стал он нюхать, например, цветочки. Нажимаем каждым пальцем на мячик суджок. И так далее. Здесь уже придумать можно абсолютно все, что угодно. Поэтому берите готовые сказки и накладывайте на них движения с помощью мячика суджок. Гимнастика с мячиками. Что здесь? Исходное положение на ширине, ноги на ширине плеч. Руки опущены вдоль туловища. В правой руке держим шарик. Руки разводим в стороны. На счет один, на счет два руки поднимаем вверх. Перекладываем шар в другую руку. На счет три руки разводим в стороны. И на счет четыре опускаем. Все приемы, которые я вам перечислила, я рекомендую к использованию педагогам нашего учреждения, родителям для использования в домашних условиях. И с этой целью провожу для них консультации, семинары, практикумы, презентации. Это на самом деле лишь некоторые приемы использования суджок-терапии в моей работе. Творческий подход, использование альтернативных методов и приемов способствует более интересному, разнообразному, эффективному проведению коррекционно-образовательной и совместной деятельности педагогов и детей в дошкольном учреждении. Купить массажеры не составит проблемы. Продаются они в любой аптеке, в магазинах медицинской техники. Цены невысокие. В районе 100 рублей можно купить, в зависимости от региона, конечно же. Комплект с магнитными шарами разного диаметра, который позволяет прорабатывать кисти, стопы. Чуть-чуть подороже будет, в рамках где-то 400 рублей. По-разному тоже, смотрите. Простые шарики, колечки на деле оказываются волшебными. Они возвращают человеку самое ценное, что есть в жизни – это здоровье. А иначе и быть не может, ведь эти массажеры являются вспомогательными средствами для лечебной системы, подаренной нам самой природы. И в результате использования суджок-терапии осуществляется благоприятное воздействие на весь организм, стимулируются речевые зоны коры головного мозга, Развивается координация движений, мелкая моторика, развивается произвольное поведение, внимание, память, речь и другие психические процессы, которые необходимы для становления полноценной учебной деятельности. И неоспоримыми достоинствами в логопедической практике элементов суджок-терапии является высокая эффективность. Презентацию вы можете скачать, и в презентации много текста есть, поэтому вы можете воспользоваться тем, что есть. Кроме того, наш вебинар будет доступен в записи. Благодарю, уважаемые участники, и сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж, по коррекции звукопроизношения, формирование лексико-грамматических категорий позволяет значительно повысить эффективность коррекционно-логопедической работы в условиях дошкольного учреждения, оптимизировать выполнение речевых упражнений в домашних условиях. Благодарю вас, уважаемые участники, за прекрасные отзывы для меня, для нас вообще важно знать, что наши вебинары полезны, несут пользу, много практического материала. Спасибо вам за ваши отзывы, спасибо за ваше внимание. Ждем вас на наших вебинарах. Всего доброго, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!